На первый взгляд ничем не примечательный каменный блок, напоминающий урну для мусора. Таковым его и считали долгие десятилетия, пока не начался капитальный ремонт, одновременно и строение и участка улицы Горького. И, как рассказывают очевидцы, экскаватор не сдвинул его, открыв миру надпись «София Семеновна Кулева скончалась 15 октября 1904 года 33 лет». Художник Дмитрий Петренко рассказывает, вероятнее всего надгробие привезли когда-то с Нагорного кладбища. Вполне возможно, что так как здесь были мастерские художественного фонда и были монументальные мастерские, то, возможно, во времена атеизма просто это как блок мрамора привезли, и он стоял здесь, ждал лучших времен, чтобы стать каким-нибудь зайчиком. К счастью, тогда про блок забыли, и теперь, в отличие от других уничтоженных надгробий, оно смогло вернуться. Отец Иоанн Мельников, настоятель Иоанна Предтеченского храма, уверен, дата 1904 год, ясно говорит, камень изначально находился на Нагорном кладбище, которое тогда здесь существовало. По тем свидетельствам, которые у нас есть исторически, власти города в свое время разрешили горожанам забирать отсюда надгробие, как строй материалы. Сегодня в своеобразной коллекции прихода вместе с возвращенным три надгробия начала прошлого века. Среди них одно, необычное по форме, принадлежит маленькому барнаульцу, мальчику, умершему в двухлетнем возрасте. Кто были эти люди, возможно, выяснят историки. А пока отец Иоанн планирует выставить надгробие вдоль одной из аллей на прихрамовой территории, организовав небольшую мемориальную зону. Здесь как раз идут работы по благоустройству. Кроме того, священник предлагает всем горожанам, нашедшим старинные надгробия, сообщать об этом в барнаульскую епархию. Можете позвонить и нам в редакцию по телефону 722 440. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.